Приветики от Эпилептика. Насчет мерцания в ТикТоке есть такая шикарная функция. Находится она в настройках и конфиденциальности под названием Универсальный доступ. Так вот, здесь можно просто отфильтровать это все. Подначал мне, конечно, попадались видео с такими эффектами, но они также шли с предупреждением, там было вот такое сообщение на весь экран. Типа данное видео содержит мерцания и световые мигания. И людям со светочувствительностью лучше не смотреть. Ну и я, естественно, пролистывала такие видео, и поэтому сейчас мне уже они не попадаются. Диагноз мне поставили в 12 лет, так что сейчас мне уже 24, уже 25 будет скоро. Жить с эпилепсией в принципе можно. Конечно, есть очень много мороки с этим, но бывает и весело. Сразу исключаются из твоего окружения все манипуляторы, потому что если я хочу поспать, мне надо поспать. Да и в целом, так как это неврологическое заболевание, у меня, к сожалению, есть побочка от этого дополнительная бессонница. бессонница. Поэтому, закончив обучение в техникуме, я не стала устраиваться куда-то на работу в найм. Я работаю на себя и устанавливаю именно то время, в которое мне комфортно. Я прекрасно понимаю, что если я не высплюсь, у меня очень большая вероятность именно припадков. Кстати, мерцание на это также влияет. Если я не высплюсь, припадок может вызвать даже обычную гирлянду. Поэтому все мои встречи, все мои прогулки, все мои занятия, я репетитор по математике и тренер по шахматам, все это у меня только после трех часов дня. Да, я могу лечь в 11, я могу лечь в 12, в принципе, я могу как бы поспать и нормально функционировать уже в 9, в 10, но я сплю очень чутко. Поэтому если какой-то праздник у соседей, я не усну. И чтобы избежать именно таких ситуаций, что я не могу уснуть, время уже 5 часов, а в 8 мне уже надо вставать, 3 часа мне точно не хватит, и если я в принципе встану по будильнику в 8 часов, меня просто потом обратно положит припадок. Так что занятия у меня в основном начинаются либо в 5 часов, либо в 6, либо в 7, ну то есть в то время, когда я точно буду нормально себя чувствовать. Если же я не прихожу в себя, то я звоню и отменяю занятия. Я уже падала башкой от браковины, второй раз так не хочу. в следующий раз так не хочу. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!